Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сегодня в программе. Второй раз потерял и гнали машину. Здесь нет ни единого съезда. Мне нужно видео за вчера. Я просто так автографы на пустых листах не ставлю. Кто-то, видимо, за тобой следил. Как это неожиданно. А я должен был приехать, да? Это реально едет поезд? Отпустите меня! Только что меня развели, как лоха последнего. У меня угнали второй раз. Второй раз подряд угнали машину. Три месяца назад во дворе моего дома пропал мой автомобиль. Полиция не нашла автоугонщиков. Но две недели назад мне на телефон поступил звонок. Звонил, как он представился, Савелий. Он сказал, что у него своя автомастерская по разбору машин. И у него есть моя машина. Гольф. Я очень обрадовался. Я ему сразу сказал, что обязательно благодарю его. На что он мне ответил. Что за эту услугу ему нужно 150 тысяч. Якобы эти деньги он заплатил людям, которые привезли ему эту машину. То есть угонщикам. Естественно, я согласился. Мы договорились о встрече. Заместо него приехал его напарник. Я отдал ему эти деньги. Ну и тут машина резко рванула с места. А мужик с моими деньгами побежал в лес. Фух. Меня зовут Павел. Мне нужна ваша помощь. Наверное, нужно добавить, что это все произошло вчера. И к этому Павлу, конечно же, есть вопросы. Угонщики с ним связались? Или кто-то целенаправленно его отработал? Это еще непонятно. Короче, я договорился с Павлом встретиться на том самом месте, где произошла эта вся история. На конечной станции автобуса в одном из парков. Сейчас встретимся, будем выяснять детали. Шансов-то на самом деле вообще немного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Игорь. Привет. Благодарю вас за то, что заинтересовались моей проблемой. Я так понимаю, что все произошло вот прямо здесь. Да, совершенно верно. Я ждал на остановке. Где-то около гаража вышел мужик. Ага. Савелий сказал, что это будет его доверенное лицо. Дальше он мне показал пальцем на машину. Я посмотрел... А где машина стояла? Вот, в метрах ста. Ага. Как раз вот. Я хотел к ней пойти. Так. Он меня отдернул и сказал, сначала деньги. Я отдал ему деньги. И потихонечку пошел к своей машине. Не доходя метров 10 до своей машины, она резко по газам и уехала в сторону трассы. Вот сюда вот? Да, совершенно верно. Я обернулся, а мужика уже и слегка оставил. Вместе с моими деньгами. Понятно, идти куда хочешь. С чего ты решил, что тебе твою машину показали, а не, например, какую-то левую? У тебя были какие-то отличительные особенности? Может быть, крыло там замятое или царапина какая-то? Нет, ничего не было. Да, как купил в автосалоне. Ты вот когда к машине подошел, на ней какие-то номера висели? Нет, машина была без номера. То есть гарантии того, что это твоя машина, нет? Ну, особо нет. Особо нет. Во сколько вы встречались? Около семи. А кто вообще знал, кому ты обращался, кроме полиции, о том, что у тебя угнали машину? Есть такая группа. Так. Закинул туда фотки. И обратился к своей проблеме, потому что машина угнала. Прямо с номерами? Прямо с номерами. Ну, я думал, все-таки больше будет шансов. Короче, смотри, какая ситуация. Я склоняюсь, что это не угонщики. Потому что они с тобой связались по телефону, пробить могли, конечно же, по номеру автомобиля. Ты же на себя его оформлял? Да, машина оформлена. Это вообще машина очень востребованная с точки зрения автосервиса. Поэтому в большинстве случаев убойщики их разбирают. И это, поверь мне, дороже, чем 150 штук. Вполне возможно. Давай сделаем вот так. Я сейчас проедусь, осмотрюсь. Если есть за что зацепиться, то я за дело возьмусь. Тебе позвоню. Договорились? Хорошо. И вот этот человек, который с тобой связывался, мне его телефончик пришлешь. Ты ему звонил, кстати? Да, звонил, телефон не доступен. Нормальная история. Давай так, жду от тебя номер вот этого Савелия и номер своего автомобиля. Все. Счастливо. До свидания. Вот такая вот печальная история произошла с Павлом. Ведь мошенники мониторят в соцсети. И не важно, что вы там ищете. Ищите вы средства на лечение там близкого человека. Или вот как Паша автомобиль угнанный пытается найти. Вот смотрите, что они сделали. Вот он встретился, Паша, с этим чувачком. Тот у него технично отжал деньги. Заметьте, не по башке его стукнул, а технично отжал. Знаете почему? Статья другая. Показал ему машину, взял бабло и дернул. А поехал он вот по этой трассе. А теперь смотрите внимательно. Он-то поехал без номеров. Номера-то они явно где-то здесь прикрутили. Потому что далеко-то тут по трассе без номеров уедешь. Поэтому где-то здесь они номера прикрутили. И 12 километров они ехали по трассе, потому что здесь нет ни единого съезда. А вот здесь посередине то ли кафешка, то ли ресторанчик. И если на этой кафешке установлены камеры наблюдения, это наш шанс. Поэтому давайте-ка попробуем подъехать в этот ресторанчик. Может быть, они предоставят видео. Видишь камеру? Прямо дорогу палит. Так, я, наверное, один пойду. Не будем ломать работу приятного заведения. Влад, флэшку возьми. Все. Давай. Добрый день. Здравствуйте. Что будете заказывать? Знаете, заказывать я ничего не буду. Я хотел бы со старшим пообщаться. Есть кто-то менеджер или директор ресторана. А вы по какому поводу? Вы позойте старшего, а я объясню ему. Хорошо. Спасибо. Я могу присесть? Да, конечно, можете сюда присесть. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Валентин. Я управляющий всего замечательного заведения, чем могу. Разнакомство. Меня зовут Влад Чижов. Я снимаю программу на телевидении. Называется «Решало». Программа о мошенниках. Ну что? И хотел с вами пообщаться. Я в ход. Несколько дней назад человека развели на машину. Ну, по-русски говоря, угнали тачку. Вот. И эта тачка проехала по шоссе, на котором стоит у вас ресторан. Дорога это одна, без поворотов. Сто процентов машина засветилась где-то у вас на камере. Сто процентов. Поэтому я чисто конструктивно хотел с вами поговорить. Может быть, вы окажете какую-то помощь и дадите видео с камер наблюдения. Окей, я посмотрю там свои записи. Мне нужно видео за вчера. Период с без 15.07 до 7.30 вечера. Сейчас я вам дам флешку. Если вам несложно, запишите мне. А давайте не надо флешку. Я вам на почту сброшу. На почту? Да. Сейчас я вам дам визиточку. Вот здесь вот визиточка. Так, есть адрес, да? Да. Ну, окей, мне надо минут 5-7, чтобы посмотреть, там это все переправить. Директор, короче, ресторана. Хороший оказался мужик. Видео обещал прислать на почту. Ладно, подождем. Сейчас должен скинуть. Я, кстати, нам кофе заказал. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Чего, взбодритесь? Держи-ка. Ну, все, получилось. Отправил вам ссылку. Сейчас посмотрю. Да, все качается. Спасибо. Так, давай-ка глянем. Да, нудная работа смотреть за проезжающими машинами. Так, ну, за весь период проезжала только одна белая машина. Вот она. Стоп. А вот это как раз тот самый «Гольф». Номера только не читаются. Тут программка особенная нужна. Так, сейчас скриншотик сделаем. И запряжем Феликса. Так, отправить. Алло, Влад, да, слушаю. Здорово, Феликс. Слушай, я тебе только что скриншот отправил. Это с камеры наблюдения. Там машинка «Белый Гольф». Номера не читаются. Нужно программку там особую. Мне нужно, чтобы ты номер прочитал мне. Так, ну, я на клавишу сейчас посмотрю. Так, номер у него 327. 327. Странно, не совпадает с номером хозяина машины. А пробей мне, пожалуйста, кому по номерам машина принадлежит? Так, секунду. Принадлежит юридическому лицу. Это Тревол авто. Чем занимается контора? Сейчас посмотрю. Компания по прокату автомобилей. Так, понятно. Пришли мне адресовки, я, наверное, вещу их. Да, без проблем. Сейчас скинем тебя. Спасибо. Ну да, надо к ним заехать. Пощупать, что за контора. Каким таким образом номера с их автомобиля попали на автомобиль Павла. Или, может, это вообще их автомобиль. Короче, надо втихую выяснить всю эту историю. Ладно, поехали. Второй раз подряд угнали машину. У него есть моя машина. Ему нужно 150 тысяч. Я отдал ему деньги. Она резко по газам и уехала в сторону трассы. Здесь нет ни единого съезда. Мне нужно видео. За вчера. Так, ну, за весь период проезжала только одна белая машина. Это как раз тот самый случай, когда нужно было своевременно обратиться в полицию. Там же тоже не идиоты работают. И если грамотно к этой истории подойти, то ребята из полиции площадку бы подготовили и давно бы уже упаковали этих умников, которые делают такие схемы. Однако Павел решил, что он самый умный. Ну, вот такая вот получилась история. Ладно, попробуем размотать это. Павел, это Влад. Павел, вроде есть какие-то зацепочки. Можно попробовать размотать эту историю. Короче, если ты мне понадобишься, я тебя вызову. Будь, пожалуйста, на связи. Круто, Влад, спасибо, выиграл. А сейчас поедем в эту прокатную контору. Попробуем на чисто человеческих контактах выудить информацию, кто брал в аренду автомобиль. Наверное, лучше идти без камер. Я возьму барсик. Здравствуйте. А с кем бы можно поговорить по поводу аренды автомобилей? Знаете, я хочу арендовать машину. И мне интересует конкретно. Мне нужен белый гольф. У вас есть такая? Минута. Да, вот вижу, машина в наличии есть. Можем выдать вам ее. А могу я ее осмотреть перед тем, как взять в аренду? Да, конечно. Пойдемте. Да, пойдемте. Вот это, да? Вот, пожалуйста, да. Посмотрите. Вы знаете, нет, не посмотри, не интересует меня аренда. Меня зовут Влад Чижов. Я снимаю программу на канале «Че называется? Решал». Это программа о мошенниках. У меня есть достоверная информация, что некие мошенники берут у вас машину в аренду, используют в схемах, кидают людей. Знают точно. Но это же ваша машина. Да, это наша машина, но она еще два дня в аренде. Я вас очень прошу. Вы можете мне дать данные, кто ее арендовал? К сожалению, не смогу вам помочь. Вы же не сотрудник правоохранительных органов. Есть закон о защите личных данных. Но если нужна будет аренда автомобиля, то я вам помогу. Ладно. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Мимо денег не дала. Ну ладно, ничего страшного. Парни, выйдите куда-нибудь на связь? Да, вот, на связи. Так ориентировочно в течение двух дней этот гольф должен кто-то пригнать. Кончается договор аренды. Установитесь за стоянкой наблюдения, поставьте камеры и сядьте на хвост человеку, кто пригонит этот гольф. Номера вы знаете. Приятно сделаем. Все. Отрицательный результат тоже результат. Зато, по крайней мере, четко понимаем, что через пару дней можно подсесть тому человеку на хвост, кто машину пригонит. Знаете почему? Потому что на одну и ту же машину вторую жертву ловить не будешь. Это слишком узкая лотерея. Ну как так? Ты же хрен найдешь, у кого тоже гольф угнали. Поэтому сто процентов машину просто вернут. А мы им сядем на хвост. В аккурат через два дня этот белый хэтчбэк вернули. Вот въезжает белый хэтчбэк, который мы засекли на трассе, недалеко от места, где кинули Павла. Обратите внимание, из машины выходит некий чувачок. Я сделал скриншот с экрана и отправил Павлу. Павел его не опознал. Скорее всего, именно он сидел за рулем автомобиля, который стартанул от Павла перед его носом. Мои ребята следили за ним три дня. Эти три дня ничего не происходило. С подельником он не встречался. Но именно сегодня он взял в аренду еще один автомобиль. Только в другом автопрокате. Видимо, чтобы не запалиться. Мои ребята умудрились присобачить маячок ему на баньках. И теперь мы знаем, что машина движется в область. Едут они на шашлычки или отрабатывать новую жертву? Я думаю, что мы узнаем по дороге. Но что-то мне подсказывает, что нужно вызвать ребят для подмоги. И вызывать Павла, потому что, кажется, будет серьезный разговор. Все, ребята, сворачиваемся и стартуем. Так, ну что, мы идем сейчас по метке. Направление понятно. Вопрос только, где они остановятся. Влад, прием. На связи. Водила автомобиля, который мы ведем. Кого-то подобрал, уже сделали фотографии его. Отправили. Все, принял, спасибо. Фоточку нужно отправить Павлу. Может, он кого-то опознает. Павел, я тебе там фоточку отправил. Поинтересуйся. Узнаешь кого-то? Да, конечно. Так это же помощник заведения. Ну и отлично. Давай сделаем вот как. Ты сейчас выдвигаешься в сторону Осташковского шоссе. И как на него въедешь, дай мне знать. И я тебе отправлю точную метку, где мы находимся. Потому что мы с шоссе уже съехали. Все хорошо принял, Влад. Обязательно все. Выезжаем. Давай выезжаем. Ну, сто процентов. Делегу сегодня будут делать. Так, метка остановилась. Дальше лучше не ехать. Надо где-то припарковаться. А то запалимся. Саша, квадрокоптер. Да, да, Влад, прием. Саня, подымай, пожалуйста, дрон. Надо осмотреться, понять там, какое у них расположение. Принял. Ждем. Ну, смотри, это мы, это машина угонщиков. Тут вариант такой. Отсюда, скорее всего, придет лох, потому что здесь станция железнодорожная. Машина стоит мордой туда, соответственно, дергать он будет туда. Значит так, Серега, тогда перекрощи ему здесь дорогу. Миха, тебе нужно тогда будет встать с Андрюхой вот здесь. Потому что, скорее всего, они его отработают, и он побежит сюда. Второй, который. Он же не дурак теряться там в железнодорожной станции. На всякий случай я Женьку попросил, он около железнодорожной станции прикроет. Все, давайте по местам. Работаем. Влад, здесь Павел приехал. Что я ему пока делаю? Вы его посадите к Сереге в машину, пусть там ждет. Принято. Второй раз подряд пригнали машину. Некие машинники берут у вас машину в аренду, используют в схемах, кидают людей. К сожалению, не смогу вам помочь. Установитесь за стоянкой наблюдения. Теперь мы знаем, что машина движется в область. Саня, подымай, пожалуйста, дрон. Ну и смотри, это мы, это машина угольщиков. Работаем. Так, ну, кажется, началось. И время прям 21.01. Видимо, специально темноты ждали. Так, внимание, у нас человек идет. Всем внимание. Все, пошла движуха. Ну, точно наш. Не пускает его ближе к машине. Миха, внимание. Миха, на тебя бегунок пошел. Молодцы, молодцы, супер просто. Пакуйте его, короче, и подвозите к машине. А вот и чувачок бежит за своей машиной. Мужик, расслабься. Это не твоя машина, к сожалению. Тебя только что кинули. Как кинули? Тебя только что кинули. Это машина арендованная. Ну что, дружок, приехал? Кто мы такие? Серьезные, что ли? Ты вообще нормальный? Куда? А? А вот и второй. Убрать камеру. Убрать камеру. Смотри, что приказы мне раздает. Решили вот так вот арендованной машиной людей разводить, да? Я вообще не придел вакат. Не мог все вопросы. В смысле, ко мне вопросы? Своя схема. Я что ли всех обзванивал? Короче, так. Сколько он у тебя взял? 100 тысяч. Ну-ка, быстренько достал бабло. В конверте. Руку ослабь, больно. Да не трясись ты. А где машина моя? Дружище, помочь мы тебе с машиной, к сожалению, не можем. Машина-то арендованная. Ты лучше иди. Считай, что сто штук тебе спасли. Давай. Ну что, узнаете? Допрыгались. Да ладно, не стесняйся, Паш. Все, готовим деньги. Сколько взяли у Павла? 150 штук? Мужики на карте, сотка есть, отвечаю, больше нету. Паш, продиктуй ему номер. 22-0. 5 тысяч. Да, есть. Давай следующий. Готовь полтос. Че сидим, клюем носом? Диктуй ему номер. 34. Тихо, 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 спокойно. Рот закрой, тут процедура идет. Написал? Жди, сейчас придет. Грузите его в багажник. Поехали, покатаем. Этого тоже. Так, мелкого вперед. Этого мужики, хорошие. Давай, давай, мы тут точно хорошие. Че занимаетесь? По катушке, ребята. Вот так вот. Спасибо. Давайте, пустенько, разъезжаемся. Пусть померзнут. Поехали. Автопрокат, слушаю вас. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, темный такой седан, Диана, 642 номер, это ваша машина? Да, у нас есть такой. Вот я сейчас ехал, случайно в лесополосе встретил машинка, открытая, стекла, дверь открытая. Че-то с ней не в порядке, по-моему. Ой, спасибо вам огромное за сигнал, мы все проверим. А то замерзнут еще в ночь вам скажут потом, я виноват. Да? Поехали. И надо бы повеселиться от того, что запихнул в багажник только что двух негодяев. Но если честно, мне вообще не весело. Мы на этих уродов потратили 4 дня. И что, умножьте 4 дня на 100 тысячи по всей стране? Переловить их невозможно. Я могу только вас научить, как определить, где прохиндей, а где нормальный человек. Но включайте вы мозг. Когда вам что-то предлагают шоколадное, будьте готовы к тому, что это развод. Вот как-то так. Я просто так автографы на пустых листах не ставлю. Кто-то, видимо, за тобой следил. Срешала, я договорилась. Деньги уже отдала, обещал помочь. Читайте мой блог. Нет у меня помощников. Так, мы приехали навстречу к моему информатору. Мой знакомый, поэтому фейс не палим. Так что сидите в машине. Ждем. Здравствуйте, а вы же Влад Шижов? Здрасте, здрасте, да. Можешь себе автограф оставить? Вот, дружище, ты так не вовремя. Давай я выдам. Смотрю вашу программу, увидел. Чего тебе написать-то? Ну, просто автограф. Слушай, я просто так автографы на пустых листах не ставлю. Давай-ка я сделаю вот что. У меня есть специальные открыточки такие. Я думаю, тебе приятнее будет. Да, шикарно. Как тебя зовут? Сергей зовут. Все, держи. Спасибо большое. Здоров. Не кажется, ружей знакомы? По-моему, я его видел где-то уже. Обратил внимание? Ну, давайте как, не видно. Здорово, прием. На связи. Это Саша, оператор квадрокопа трасс. Слушай, а парень, который сейчас к тебе подходил, знакомый твой какой-то? Нет, с чего взял. Да, просто он за нами уже неделю ездит. Я подумал, что знакомый какой-то твой. Ты что, серьезно, что ли? Да, сейчас видео отправлю тебе на белый с битым зеркалом за нами. Есть стенд. Давай видео. А какая машина? Под деревом, который стоит? Да, перед тобой через один ряд под деревом. Увидел. А давай-ка ты мне соберешь все видео, которое у тебя есть, и проанализируем там, где он там катается, и как давно. Хорошо, да, немножко времени потребуется выше у тебя. Миха, выйди на связь. Ладно, на связи. Миша, подойди к моей машине, пожалуйста. Да, иду уже. Миха, тут такая история, короче. Только не оборачивайся. Короче, через два ряда у тебя по левую руку, вот под деревом, стоит белая т*** с отбитым зеркалом. Короче, чувачок, похоже, пасет нашу группу. Может, фанат был? Ну, фанат, не фанат, мы же не знаем, какие там у него намерения. Давай сделаем вот как. Ты его поводишь, посмотришь, куда ездит, с кем встречается. Хорошо? Хорошо. Все, спасибо. Все, расслабились. Никакой встречи с информатором быть даже не может. Человек просто запален на ровном месте. Сейчас я ему СМС-ку отправляю, отменю встречу. Все обедать едем. А можно с вами сфотографироваться? Здрасте. Хорошо, хорошо. Витя. Сфоткай меня сначала. Да подожди, нет. Давай, быстро. Девочки, очень мало времени. Быстро, быстро. Поэтому давайте быстренько. Все, да. Давай. Ну, это у меня. Витя. Правда, сфотографируем все ваши предназначения. Ну, хорошо. Ладно. Все. Спасибо. И вам. А то вы вас тоже навидели. Как вас не поймали. Ну, вот видите. Спасибо. До свидания. Девчули. Тихотули. Саня Коптер, выйди на связь. Да, Влад, слышу. Саня, ты подготовил мне видео, которое я просил? Да, почти готов. Сейчас конвертируется. Дай буквально минуту мне. Все, принял. Миша, выйди на связь. На связь, Влад. Слушай. Миша, ну как там тот белый седан? Влад катался за нами, а сейчас остался, подалеку стоит. Но с ним еще девушка какая-то в машине сидит. Номера удалось срисовать? Не, номера, видно, он специально запачкал грязи, не видно ничего. При случае установи ему GPS-метку. Хорошо, Влад, сделаем все. Все, принял. Влад, видео готово, а послал тебе. Принял. Ну, давай посмотрим. Это неинственный седанчик. Видел? Сразу за нами трогается с места. Ты посмотри, какая интересная история. Видишь, нет? Он вообще параллельной дорогой двигается. То есть он не находится в зоне прямой видимости. Если бы не коптер, мы бы так его вообще не вычислили. То есть он безошибочно знает, где мы работаем, и приезжает туда в нужное время, в нужный момент. При этом никто не знает, где мы будем работать. Влад. Здравствуйте, у вас есть минута. Здравствуйте. Вот он наш герой. А Санюк Молочага, оказывается, нашел не только кадры с коптера. Все, вспомнил я его. Он уже несколько раз ко мне подходил. Все, автограф просил. Зачем ему столько моих автографов? А самое главное, он все время пытался мне в какой-то диалог втянуть. Да, суетливая парнишка. Конечно, нравится. Знаете, по-моему, я знаю, хорошо. Все, что я знаю. Спасибо, Лёв. Спасибо. Остается узнать только, как он меня находит. Есть у меня одна идейка. До конца дня точно выясним. Все, поехали. Миша, выйди на связь. На связь, Влад. Миша, что там с этой девушкой? Девушка еще в машине, но они поехали в другую сторону. Миша, установите за этой девушкой тоже наблюдение. Хорошо, Влад, сделаем. Сейчас мы заедем к одному моему другу. Очень ушлый в машинах человек. Есть у меня к нему один очень важный вопрос. Здорово, Лёв. Здорово. Делатель лист. Что случилось? Слушай, ну надо, короче, мне машину посмотреть. Давай, куда заехать можно. Давай, вот, в пятый бок сейчас я открою ворота. Давай. Давай. Потихоньку. Стой. Короче, Вов, история такая. Есть у меня подозрение, что в машине, короче, есть какие-то запчасти, которые я не ставил. Давай ты глянешь. Все, понял, окей. Все, я пока кофейку попью. А ты давай глянь на машину. Да, Миха, привет. Алло, Влад, да, привет. Слушай, Влад, за девушкой за это следили и записали довольно интересные разговоры и телефонные на видео. Я тебе сейчас ссылочку скину, посмотри, пожалуйста. Да, давай, любопытно. Спасибо. Да, отправляю. Алло, привет. Ну, все, разрешала я, договорилась. Деньги уже отдала, обещала помочь. Ну, все, давай, целую. Пока, мам. Надо же, как интересно. Уже там кто-то о чем-то договорился. Влад, ну, кое-что нашел, пойдем покажу. Любопытно. Смотри, подняли, в общем, обнаружил такой нештатный элемент в виде вот такого маячка в поролоне. Вот. Кто-то, видимо, за тобой следит. Рабочий? Да. Что, его под кувалду? Да не брать, другая у меня есть идея. Давай-ка заворачивай его назад. Понял, хорошо. И на место ставь. Все еще сделаем. Ну, и чуйка у тебя на такие приблуды. Молодчага. Слушай, ну, все, наверное, я поеду. Машину спускай, выгоняй. Хорошо. Давай, все жду. Окей. Алло, да, Влад. Миш, видео очень интересное. Ты мне скажи, а где сейчас эта девушка? Ну, ладно, за ней проследили. Она приехала домой сейчас, походу. Мы поднялась, мы квартиру зафиксировали. Сейчас сидим здесь, ждем. Отлично. Вышли мне адрес. Надо с этой девушкой повидаться. Да, сейчас я пришлюсь с лаской. Все, жду. Все, ждем машину. Надо навестить эту девушку, за которой следит Миша. Судя по всему, девушку в какую-то схему втянули. Причем прикрываются моим именем. Можно, конечно, посидеть, подождать, что-то собрать, какую-то информацию. Но лучше всего, это если я к ней приеду и по чесноку все спрошу. Кто там? Здравствуйте. Меня зовут Влад Чижов. Я бы хотел с вами побеседовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, так неожиданно. Я даже не думала, что вы так быстро приедете. А я должен был приехать, да? Ну да, ваш помощник сказал. Мой помощник, да? Ну давайте. Проходите, пожалуйста. Сюда, проходите. Так неожиданно. Присаживайтесь. Я очень так удивлен, что вы меня ждете. Кстати, давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня Катя зовут. Я писала на вашу страничку сообщение. Я видела, что вы читали сообщение, но почему-то не отвечали. У меня проблема появилась. Я решила написать вам в комментариях. Через какое-то время ваш помощник мне ответил. И он сказал, что вы можете решить мою проблему за определенный гонорар. Что за помощник? Как зовут? Максим Завутова. Максим? Да. А ваш Максим случайно не на белом седане передвигается? Да, иномарка какая-то. Вот этот? Да, он самый. Ну и что у вас за проблема такая? Дело в том, что у меня бывший парень проходу мне не дает. Мы уже с ним расстались. То есть я его не люблю. Я не могу начать ни отношения, ничего не могу. Он вас бил? Нет, нет. Он как-то преследует вас, караулит около квартиры или около подъезда? Нет, у подъезда пару раз он стоял, но я его быстро отшивала. Понятно. Просто он вам надоел, и вы решили написать решали, да? Ну да, к сожалению, просто мне попросить некого было. Катя, нет у вас никаких проблем. Вам просто нужно набраться терпения и переждать этот период тяжелый, когда вы расстаетесь с парнем. И я не занимаюсь житейскими вопросами, а уж тем более за деньги. Вы заплатили уже деньги? Да, я заплатила ему деньги. При каких обстоятельствах? Мы договорились с ним о встрече. Я приехала на то место, где вы работали. Я хотела вам подойти, но он меня убедил в том, что вы заняты. Понятно. И поэтому я не стала к вам прорываться. Нет никакого помощника. Не существует. Абсолютно точно вы вляпались в лапы мошенника. Да, господи, а что же делать-то? Ой, дура. Давайте сделаем вот так. Вы мне свой телефончик оставите. Скажите мне, пожалуйста, у вас есть какой-то счет, там карточка какая-то есть? Да. Она к телефону у вас привязана? Да, привязана. Если у меня получится этого прохиндея достать, я постараюсь вернуть вам деньги. Давайте диктуйте свой номер. 8-9-2-7-2-0-1. Ой, как мне стыдно перед вами. Вы меня простите, пожалуйста, Влад. Я была уверена, что это ваш помощник. Я ей, Бог, даже не ожидала. Катя, будьте осторожней. Нельзя так доверяться людям. И читайте мой блог. Там все об этом написано. До свидания. Да, и еще, не говорите, пожалуйста, этому вашему Максиму о нашем разговоре. Хорошо? Хорошо. Можешь себе авто поставить? Парень, который сейчас к тебе подходил, за нами уже неделю ездит. Кто-то, видимо, за тобой следит. С Решалой я договорилась, деньги уже отдала, обещал помочь. А я должен был приехать, да? Ну да, ваш помощник сказал. Нет никакого помощника. Ну вот сколько раз я уже об этом писал. Даже в блоге повесил скриншот, что какой-то там Андрей Молотов представляется моим помощником в Москве. Что какой-то парень Дима открывает представительство Решала в Башкортостане. Ну, бред какой-то. Читайте мой блог. Нет у меня помощников. Короче, так, Миша. Я сейчас еду на наше место. Полить его нельзя, поэтому снимай маячок. Но не глуши. Ставь его в свою машину, помотайся по городу, создай такую иллюзию деятельности. Хорошо. А потом тачку закатываю на подземный паркинг, чтобы сигнал пропал напрочь. Все, понял. Там же? Ну да. Все окей. Ну, поехали. Наше место полить нельзя, чтобы всякие прохиндеи не знали, где мы работаем. Ладно, короче, завтра разберемся со всей едой. Схему эту, Максим, придумал рассчитанную абсолютно на простачков. У меня в комментариях выискивал людей, которым нужна помощь. Списывался с ними. Ну, а дальше делал целую постановку театральную. Брал клиента, привозил с собой. Знал, где я нахожусь, потому что на мою машину поставил маячок. Здравствуйте, у вас есть минутка? Подходил. Подходил ко мне брать автограф, а клиенту говорил, что подписывал какие-то документы. Короче, мои ребята подсели ему на хвост. Сегодня он вел бурную деятельность, встречался с потенциальными клиентами. И, видимо, сегодня подъедет ко мне, типа, подписать документы. Так что брать надо это у чебачка-наживца. И желательно сегодня. Здорово. Да, Миха, здорова. Слушай, там Максим приехал, предпроколос, там мужик какой-то. Думаешь, работает свою схему? Да, я думаю, сейчас будут ходить автографировать. Чтобы прикидывать сейчас... Да, 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 помощникам. Типа подписи у меня стоит на документах. Слушай, ну наш шанс настал, пойдем в ходу негодяяя. Ну ладно, пойдем просто с его стороны. Вон идет. Влад, Влад, разрешите? Да? Буквально на минутку, я для друга... Что случилось? Серьезно? Да, он просто ваш фанат, и можете расписаться? Я могу расписаться, дети, на табле расписаться. Ты что, дурень, вообще что ли охренел? Ты с какого перепуга решил моим именем деньги зарабатывать, а? Объясни-ка мне быстренько, куда ты пошел? Миш, придержи-ка его. Ну китай-ка, чего у меня там? Что? Я просто ваш фанат. Что происходит? Фанаты. Вот, да ты тут все на рельсы поставил. Кто такой? Меня Роман зовут. Вот, я... Максим меня привез к вам на встречу. Серьезно? Да, вот деньги, все нормально. Какие деньги? Просто хотел провести экскурсию, и все. Да какая экскурсия? Ты обещал мне, что, Влад мне поможет с моими бизнес-партнерами? Ничего не обещал, это все вранье. Какие? Ты что гонишь? Так, ну ты приехал, братец, а с чего ты взял, что он помощник? Он по рации с вами три раза связан. Что за рация? Что за рация? Вот рация. Вот это, что ли? Бэбиситтер, знаешь, что такое? Голос записываешь, имитация. Максим, я сейчас занял... Еще раз повторить. Максим, я сейчас занял... Вот такая вот тебе игрушка. На-ка тебе, на том свете пригодится. Держи, Миша. Не все это еще. Девушка есть одна, Катя. Да. Деньги брал у нее? Брал. Бегом вернуть назад, бегом. Я десять тысяч брал, сейчас тогда перечислю. Перечисляю. Все, должно уже прийти. Могу идти? Ну, конечно, ты можешь идти. Миш, пакуй его. Куда пакуй? Давай, давай. Почему? Куда? Ладно, со мной как? Ну, как с тобой? У меня вот деньги есть. Какие деньги? Я деньги за работу не беру. Что у тебя случилось? Да, у меня бизнес-партнеры хотят кинуть. Максим мне пообещал, что вы можете отжать от них деньги. Отжать деньги? Да. Ты вообще в своем уме? Это не по адресу, дружище. Ты со своими бизнес-партнерами договор заключал? Ну, конечно. Значит, свои вопросы надо решать самому. Обращаться в суд, чтобы не ты за ними бегал. Пусть приставы за ними бегают. Все у тебя получится, все будет хорошо. А суда не по адресу. Давай. Туда. Вот мерзу-то, а. Проект решало, стал набирать обороты. Люди почувствовали, что в моем блоге они черпают ценную для них информацию. И именно с этого момента появились люди, которые стали паразитировать на всех моих подписчиках. Представляются моим именем, создают фейковые аккаунты или представляются моими помощниками и говорят, мы от Влада Чижова. И со словами то, что Влад денег не берет, мы все делаем бесплатно. Но вы нам дайте за билеты, вы нам оплатите командировочные расходы. Приходится их вычислять. Вот одного вычислили в Уфе. Он вот споткнулся при выходе из квартиры. Нос разбил. Случайно. Второго нашли здесь, в Москве. Выходил из супермаркета, упал на стоянки. А этот вообще гаденыш оказался чемпион по предоплатам. Короче, ему придется тоже кое-что объяснить. Здесь есть кто-нибудь? Кто-нибудь, помогите! Не ори я здесь. Ладно, что это? Это прикол, это пранк какой-то, наверное, да? Когда у нас поезд ожидается? Какой поезд? А ну, платформа через подряд. Серьезно, поезд? Отпустите! Я больше не буду ничем таким заниматься. Пожалуйста, все, уже. Это реально едет поезд! Отпусти меня! Как ощущения, дружок? За что? Ты выводы сделал какие-нибудь, детям? Да, я все осознал. Отпустите меня, пожалуйста. В следующий раз все по-настоящему будет. Еще раз ты допрешь до того, чтобы под моим именем деньги собирать. Нет, больше никогда ничего подобного. Руку вверх. Лучше бы ты думал, как ты бегаешь, Сайгак. Пацаны, колонку забираем, сворачиваемся. Принято вам, здесь-то. Мне очень неприятно, что вот так используется мое имя. Я еще разок хочу повторить, что у меня нет таких помощников, кто имеет полномочия говорить от моего имени. Кто может что-то обещать или решать вопросы. За свою работу я денег не беру. И последнее. Если узнаю, что кто еще зарабатывает таким образом на моем имени, достану из-под коряги и наказывать уже буду по-настоящему. Вот как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова